Всем привет друзья мои, с вами кухня с акцентом и сегодня мы будем готовить лечу по рецепту моей тёши, поехали. Почему я решил для вас приготовить этот рецепт, потому что он обычно каждый год в нашей семье готовится, точнее тёша его готовит постоянно и поверьте вот нет человека который его попробовал и он сказал бы что это, ну что-то такая средненькая, все в восторге, правда, это очень вкусная вещь и еще один момент он понравится тем кто любит сладковатый привкус такой знаете в заготовках, но я как вы знаете не особый поклонник сладкого-сладкого, но это лечу мне тоже очень нравится, я от него в восторге, ну как еще можно быть не в восторге от рецепта тёши, ну вы же сами понимаете. Для него нам понадобится 3 килограмма болгарского перца, вообще в идеале как мне сказала тёша хорошо было бы три вида, знаете красный, зеленый и желтый и они все должны быть мясистые, это очень важно, чем более мясистый перец, тем вкуснее будет лечу, хорошего перца должно быть много, но я не нашел желтый перец в Грузии летом его почти не найти, знаете почему, потому что в Грузии летом овощи и фрукты все это продают в основном только то что на месте выращивают, привозного вы не найдете, а желтый перец именно привозят, его здесь не выращивают и вот здесь зимой легче найти чем летом, поэтому я взял два перца и они очень мясистые, такие ух, смотрите какие толстенные, но то что нужно. Также нам нужно 2 килограмма 200 грамм помидор, у меня чуть больше двух двести, две двести пятьдесят, надеюсь тёша меня простит, но она сказала, что я, я знаете спросил, а что это за круг, как именно два двести, она говорит, ну вот спросил, делай по рецепту, поэтому примерно два двести, тут помидор, можно конечно добавить там, мне сделала три килограмма помидор и лечо будет более жидкое, но я не хочу то, что она готовит, мне очень нравится, головка чеснока, одна целая, перец, так как у нас оператор вообще острый не есть, наверное для пикантности сделаю, давайте это один, не надо два перца, один острый перчик, 70 миллилитров уксуса, у меня уксус яблочный, 100 миллилитров подсолнечного масла, столовая ложка меда, 100 грамм сахара, соль по вкусу и все, больше абсолютно ничего, никаких специй, никаких добавок, начинаем с помидор, я их уже обшпарил, нужно нам кожу с них снять, дальше перемалываем наши помидорчики погружным блендером, можно конечно это сделать мясорубкой, измельчителем как вам будет удобно. Друзья мои, я помидоры попробовал, нереально вкусные, смотрите какая смесь густейшая просто, супер то что надо, отправляем сейчас в кастрюлю, помидорки ставим на медленный огонь и варим примерно 30-40 минут, то есть 30 минут после закипания на медленном огне, а пока у нас помидоры варятся, давайте нарежем болгарский перец, вот так режем посередине, а потом вот такими пластинами и не очень крупно и не очень мелко, знаете потом, чтобы на вилочку так удобно было поддеть, ну тут знаете, толщиной примерно сантиметра полтора даже. Друзья, посмотрите какой толстый сочный перец, вот это очень важно, действительно, чтобы блюдо получилось вкусным. Друзья, мы так быстро с оператором справились, что у нас пока еще помидорки не закипели, поэтому сразу чеснок ашвили тоже очистим, чтобы все было готово. Давайте сразу перчик ашвили тоже нарежем, от семян надо избавиться, вот так, друзья мои, примерно и вытряхиваем их, там почти не остается никаких семян. Режем перец пополам, вот так, и мелко-мелко нашинковываем. Что банок касается, их обязательно стерилизовать надо, в одном из видео я уже рассказывал, как я их стерилизую, но все-таки повторюсь. Я беру обычно пол чайной ложки соды, добавляю в баночку, чуть-чуть кипятка, хорошенько взбалтываю, а потом баночки тщательно промиваю под проточной водой. Отправляю в духовку дном вверх на 100-120 градусов, я обычно на 110 примерно ставлю на 15 минут. А баночки, точнее не баночки, а крышечки, надо минут 10 варить на медленном огне. Крышки не убирайте в духовку, еще раз напоминаю, они начинают деформироваться. Еще один момент хочу подметить, короче, есть у нас один подписчик, которого Гоша зовут, и он под каждым почти видео, где заготовки, он начинает, как это бессмысленно, чё вы, типа народ, у нас уже есть магазин, иди в магазине купи. Я вот Гоша должен перед всеми ответить. Гоша, брат, в магазине зимой, когда ты пойдешь, и тип вот такой болгарский перец, который будет стоить там 500-600, а то и 800 рублей, я посмотрю, как и ты его купишь. А я в это время выташу баночку, вот с этим лечу, и буду наслаждаться вкусным болгарским перцем. Вот вспомни потом. Обычно за эти это говорят люди, которые никогда заготовки не делали. Кстати, шикарнейший рецепт баклажан, который вот сейчас вот здесь всплывет. Все, кто его приготовил, ребят, правда, все в восторге. Я этим баклажаном поделился с одним нашим другом, подписчиком, и он, знаете, попробовал баклажаны и пишет, Зураб, мигает в жизни, не делали заготовки, но что-то у нас с женой пришло в голову, мисс, не пора ли этим заняться? Ну, правда, ребят, это очень вкусно. Важный момент. 40 минут у нас помидоры кипят, сейчас отправляем сюда перец. И, как мне тёша сказала, не больше 10 минут их варим. Почему? Если мы будем дольше варить, перец размягчится, и он не будет в баночке потом хрустящий и вкусный. Кожа с него начнет слазить. Ну, в общем, вы поняли, 10 минут, и этого достаточно. Потом я к вам вернусь опять. Ставим плиту на средненький огонь, накрываем крышкой и варим перец 10 минут после закипания. Что ж, прошло у нас 10 минут, отправляем сейчас сюда все специи. Перец остренький, головка чеснокашвили, 100 грамм сахара, уксус, масло подсолнечное, растительное, можно оливковое, если вы хотите. Столовая ложка меда. Но, кстати, да, мед не обязательно. И две столовые ложки соли без верха. И всё это сейчас тщательно перемешиваем. Хорошенько, чтобы всё растворилось. Накрываем крышечкой и варим, друзья мои, 5 минут. Засекаем время 5 минут и сразу горячим по баночкам. И прям кипящее лечо заливаем по баночкам. Друзья мои, вот и всё. По личному моему субъективному мнению, исходя из потраченного на это времени ценей и качества продукта, это вообще для меня одна из самых лучших закруток. Да, и получается в целом 6 банок по 720 миллилитров. Вы скажете, как же 6, тут 5. Ну, одна баночка, вот. Надо же попробовать, ну как так. Давайте я попробую, друзья мои, чтобы честно вам сказать, что это такое. Это неописуемо восхитительно. Как же это вкусно. Спасибо тёще огромное. Просто попробуйте. Вот для того, чтобы понять, что это, ради интереса, попробуйте. Можете чуть меньше сделать. И написать комментарий. Вы поймёте, какая это красота. Как это вкусно. Кстати, тут у меня появились смутные сомнения, что эта вещь в зиме не доживёт. Скорее всего, потому что это невероятно вкусно. Я, скорее всего, сделаю ещё. Ну что ж, друзья мои. С вами была Кухня с акцентом. И надеюсь, этот действительно восхитительный рецепт займёт достойное место среди ваших заготовок. И вы будете радовать им и семью, и друзей, и гостей. На этом канале вас ждёт ещё очень много интересного. Спасибо всем. Хорошего дня, настроения и здоровья. Пока-пока. Почему, сразу скажу, решил эту... Начинаем... Подожди, сейчас успокойся. Начинаем работу с болгарского... Нет, стоп, спокойно. Сейчас не хочу, вот эти неудачные дубли нам не нужны. Спокойно. Начинаем с болгарского перца опять. Помидоры, хочу сказать, проклятые. Начинаем с помидор. Их надо сейчас нам обчикрыжить. И отправляем в духовку днём на днём. Друзья мои, важный момент о море. Ээээээээ... Эээээээээээ... Подожди... Друзня... 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 Ага! Ахахахаха... ну что ж друзья мои с вами как всегда была кухня с акцентом меня звали звук звали почему